Доброе утро! Сегодня будем готовить салат лигура. Что нам для этого нужно? Для этого нам понадобится помидор черри, авокадо, перец болгарский, лолороса, латук, оливки маслины, кальмар, семга, креветки хвосты, мидии, чеснок перебитый, соус чесночный, я дальше расскажу, и вино сухое белое. Компонентов довольно много, а как много нужно времени для того, чтобы эти вкусности приготовить? 15 минут вложить. Ну, обещание, по крайней мере, хорошее. А вложимся ли? Проверим сейчас. Итак, ставим сковородку. Соус чесночный я сделал, взял оливковое масло, туда выдавил чеснок и немножко укроп. Это весь соус идеально сочетается с морепродуктами. Итак, начнем мы наши морепродукты обжаривать. Сначала семгу. Пока наша сковородка разогревается, начнем мы все нарезать. Ну, компонентов действительно довольно много. Какая последовательность в нарезании? Последовательность не имеет значения, так как у нас все равно морепродукты будут обжариваться, и мы все нарежем. Черри режем пополам. Авокадо нам 1 четвертая будет вполне достаточно, так как у нас много всего. Много не стоит. Скажи, пожалуйста, как правильно выбрать авокадо? Ну, авокадо лучше выбирать более твердый, чем мягкий. Потому что если он твердый и немножко не созрел, вы его поставьте дома в комнатную температуру, он постоит и он дойдет сам по себе. А если вы уже взяли перезрелый авокадо, то вы его уже никуда не денете. Так, нарезаем. Болгарский перец. Цветовая гамма, я выбрал желтый. И зеленый перец не стоит брать, потому что он горечь имеет. А желтый и красный, какой вам нравится больше. Или какой у вас есть. Да, действительно, еще раз напоминаю, что мы готовим базовое блюдо. И компоненты, в принципе, вы можете менять на свое усмотрение и пускать активный вход в вашу фантазию. Ведь без нее в кулинарии, ну, никак. Наша сковородка разогрета. Мы к семге нашей управляем креветки, заранее очищенные, и кальмар. И будем все это, пока у нас обжаривается, будем нарывать наши листья салата. Листья салата можно тоже на свое усмотрение выбирать. Можно руколу добавить, можно даже взять пекинскую капусту добавить. Тоже будет вкусно и полезно. И рвем мы довольно крупными. Да, рвем крупными. Так салат не любит, когда с ним сильно мелко. И маслины и оливки будем нарезать такими лайсиками. Сильно много тоже не надо, потому что кислинку дают буквально по парочке будет достаточно. Можно взять без косточек маслины и оливки, просто целенькими. Можно кружочками порезать, если они без косточки. Ну, с косточкой они вкуснее и полезнее. Этого будет достаточно. Также отправляем в наш салат. И обжариваем наши морепродукты. Думаю, 3 минуты будет достаточно. И продолжим. Главное их не пережаривать. Акцентируем во внимание еще раз, потому что они могут снать жесткими, ну и практически резинами на вкус, как принято это говорить. И кроме того, напоминаем, что морепродукты – это невероятно вкусная еда, так как наполнена она огромным количеством витаминов и макроэлементов, а кроме того, это природный антиоксидант, который способствует регенерации наших клеток. Так что готовьте правильно, вкусно и полезно. Итак, семга, кальмары и креветки обжарились. Отправляем в наши мидии. Это все посолим. Перчим. И наш чеснок, перебитый, немножко насыпаем и вливаем белое сухое вино. Чтобы чеснока аромат не такой уж и горечь не давал, мы его немножко вином притушим. И рыба наша также хорошо приготовится. Ждем еще, пока наше вино испарится, и будем сервировать. Итак, наши морепродукты готовы. Будем доделывать наш салат. Чесночные заправки немножко. Все тщательно перемешиваем. Мне кажется, этот салат можно использовать как антидепрессант, потому что он очень яркий и красивый. Перекладываем на нашу тарелку. Так как у нас морепродукты тоже заправлены, мы их будем сверху выкладывать так красивее. Снимаем наши морепродукты и будем перекладывать их. И еще один штрих, слайсик лимона. Действительно, ведь морепродукты без лимона, ну, практически никуда. Это будет мало того, что красиво, еще и очень вкусно. Наш салат готов. Приятного аппетита! Спасибо большое, Евгений! Я вот не знаю, как после того, как приходишь в Траторию Сольди на греческую и кушаешь такие разные вкусности, как можно возвращаться к овсянке? Я не представляю. Надеюсь, что вы тоже готовьте вместе с нами. И приятного вам аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова